От этого юноши зависит будущее его страны, да-да, от него, и вот от этого тоже, и от этой девушки. От всех вместе, потому что от каждого в отдельности. Они живут в разных городах и республиках многонационального Советского Союза. У них разные характеры, увлечения, профессии, но всех их объединяет уверенность в собственной, личной ответственности за торжество тех идеалов, которым стремится советское общество. Равноправие и счастье для всех. Добровольным союзом таких единомышленников стал в нашей стране Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Комсомол. Он объединяет теперь 34 миллиона молодых людей. Каждые четыре года созывается Всесоюзный съезд Комсомола, который намечает общую линию работы, очередные задачи, вносит изменения в устав. Все областные, краевые, республиканские организации представлены на съезде своими делегатами. Центральный комитет Комсомола, избранный на предыдущем съезде, отчитывается о своей работе перед всеми комсомольцами. Многие из них непосредственно участвуют в управлении государством. На 17-м съезде Комсомола, который проходил в 1974 году, среди делегатов было 1365 депутатов Верховного Совета СССР, республиканских и местных советов. Слова генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева о том, что Родина, партия верят в молодое поколение, что в любом деле, как показала жизнь, на Комсомол можно смело положиться, были встречены с большим воодушевлением делегатами 17-го съезда Комсомола. Съезд торжественно отметил 50-летие присвоения Комсомолу имя Владимира Ильича Ленина. Вся история Комсомола, его сегодняшняя деятельность доказывает, что сила Комсомола в партийном руководстве, его верности заветам великого Ленина. А эта фотография сделана на первом съезде Комсомола более полувека назад, осенью 1918 года. Тогда 195 делегатов представляли всего 22 тысячи комсомольцев. Первый съезд объединил разрозненные союзы на основе идейных и организационных принципов, разработанных Владимиром Ильичом Лениным. Так впервые в истории была создана организация молодежи «Ноутипа». Пролетарская по своей природе, коммунистическая по своим целям, массовая по своему характеру. Комсомол родился через год после Октябрьской революции, когда молодая социалистическая республика с оружием в руках боролась за свою жизнь против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. Комсомольцы были в первых рядах борцов. Потом они вместе со всем народом поднимали страну из развалин, строили новые заводы, целые города. С первым всегда трудно. У комсомольцев многого недоставало, но было главное – непоколебимая вера в светлое будущее для всех обездоленных. Владимир Ильич Ленин уделял особое внимание комсомолу. В ленинском наследии содержится около 200 статей, выступлений, записок по молодежным проблемам. Речь Ленина «Задачи союза молодежи», произнесенная в 1920 году на Третьем съезде комсомола, вдохновила молодежь. По духу своему, комсомол с первых дней был ленинским, хотя имя Ленина стал носить только с 1924 года. Это Ленин научил комсомолу не только мечтать, но и действовать. В сознательном труде обрели комсомольцы 30-х годов свою романтику. Это были трудные и счастливые годы для советской молодежи, осознавшей свою ответственность за будущее нашего молодого государства. Комсомол всегда впереди. И в то тяжелое время, когда в 1941 году на Советский Союз вероломно напала гитлеровская Германия, комсомольцы вместе с отцами и старшими братьями защищали социалистическое отечество. За четыре года войны только на фронте вступило в комсомол 5 миллионов молодых людей. Простреленные комсомольские билеты стали символом подвига комсомола в этой войне. Советский Союз, одержавший победу и освободивший не только свой народ, но и народы всей Европы от фашистского пропащения, в 1945 году вернулся к мирному труду. И опять впереди комсомол. В 50-е годы, как и в годы первых пятилеток, отправлялись целые поезда молодежи осваивать целинные земли. Уже через два года новые башни превзошли своими размерами площади зерновых культур Франции, Швеции, Дании, Бельгии, Австрии и Нидерландов вместе взятых. Труд молодежи, комсомольцев, вливался в общий труд всего народа. Неузнаваемо менялся облик нашей страны. Воспитанник ленинского комсомола Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. Комсомольцы 70-х годов. Как не похожи они внешне на своих сверстников первых лет революции, и как близки они по духу, по общности идеалов. Мы расскажем о некоторых из них. Виктор Грудинин живет в Ленинграде. У него одна из древнейших рабочих профессий – кораблестроитель. И работает он на одном из старейших русских заводов – Адмиралтейском. Здесь он обрел себя в конкретном деле. Вдохновенный труд стал для него главным для осуществления его комсомольского идеала. Молодежь избрала Виктора членом бюро первичной комсомольской организации. Именно первичная организация является основой комсомола. Она помогает комсомольцам определять и осуществлять жизненные цели, раскрывать свои способности. Об успехах Виктора и его друзей писала молодежная газета «Комсомольская правда». Виктор только совершенствуется в своей рабочей профессии, которую он любит и не собирается менять. Как и многие, Виктор увлекается спортом. Вместе со своими друзьями он создал заводскую хоккейную команду. За тысячу километров от Ленинграда на берегах Днепра Раскинулась земля Советской Украины. Живет на земле человек. Есть у него свой дом, семья, любимая работа. Комсомольцу Николаю Гурину 24 года. И вот так далее. Голхозный бригадир Николай Гурин механизатор широкого профиля. Нет в хозяйстве такой машины, которую он не знал бы досконально. Потомственный хлебороб он сроднился с этой землей. Все радости и все заботы этой земли стали его радостями, его заботами. Вот почему член бюро комсомольской организации колхоза Николай Гурин вместе со своими друзьями заинтересованно, и он по-хозяйски обсуждает, как лучше и быстрее провести уборку урожая. Комсомольцы приняли решение работать посменно, днем и ночью. Труд Николая Гурина делает его счастливым. Уверенным в себе и в своих товарищах, на которых он может положиться всегда и во всем. Общая забота рождает общую радость. И как приятно сознавать, что в миллиарде пудов зерна, собранного на Украине, есть и твоя полновесная доля. Субтитры создавал DimaTorzok Не хлебом единым жив человек. Любознательность, жажду новых знаний, стремление идти вровень с бурным веком эти черты комсомол несет в себе от рождения. Николай учится на заочном отделении Киевского политехнического института. Университеты и институты есть во всех национальных республиках Советского Союза. Государство, сделав образование бесплатным, выплачивая студентам стипендии, открывает равные возможности перед всей молодежью. Учиться, учиться и учиться Этот ленинский завет стал для нашей молодежи естественной потребностью. Субтитры создавал DimaTorzok Свободное время каждый проводит по-своему. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Комсомол считает одной из главных своих задач воспитание подрастающего поколения. Писатель Владислав Крапивин создал детский клуб с романтическим названием «Каравелла». Бывший комсомолец Владислав Крапивин видит свою личную ответственность в том, чтобы эти ребята из уральского города Свердловска росли честными и добрыми. Он воспитывает в них самостоятельность и справедливость. Сегодня они принимают в свой клуб нового товарища. Субтитры создавал DimaTorzok Даже со шпагами в руках ребята учатся не столько фехтованию, сколько благородству. Никогда не обижать слабого, не быть равнодушным к чужой беде, не поступить во вред общему делу. Эти черты в самом Крапивине когда-то воспитал комсомол. А теперь он щедро передает все это детям. В будущем мало кто из них выберет в своей профессии морское дело. Сейчас это не главное для них. Они станут сильными и смелыми, но всегда сознают, что человек не может быть счастлив в одиночку. Может быть, что со временем кто-то из воспитанников Крапивина получит награду всесоюзного ленинского комсомола, как эти прославленные спортсмены. Комсомол учредил свои награды за большие достижения в труде, науке, искусстве, спорте. Лауреат премии ленинского комсомола, художник Александр Чернобровцев, теперь уже вышел из комсомольского возраста. Но всеми своими помыслами и делами остается верен принципам комсомольского вожака. Он видит свой долг в том, чтобы от сердца к сердцу передавать молодым то, что понял сам. А понял он, что искусство способно пробуждать в человеке чувство светлого и прекрасного, что оно обладает огромной силой нравственного воспитания, что его назначение — помогать людям стать человечнее и добрее. Чернобровцев и сам, как художник, в постоянном поиске нового. Он черпает вдохновение в жизни нашего народа, в его настоящем и прошлом. Владимир Ильич Ленин учил, что культурное наследие прошлого — общенациональное достояние народа. Сегодняшние комсомольцы видят свой долг в том, чтобы сохранить для грядущих поколений уникальные произведения подлинно народного творчества. Во время своих каникул молодежные студенческие бригады добровольно помогают государству реставрировать памятники стырины. Только осмыслив прошлое, можно понять настоящее, яснее увидеть будущее. А будущее рождается сегодня. Еще совсем недавно мало кто знал небольшой городок на реке Ками. Теперь он получил самую широкую известность. Здесь сооружается гигантский завод по выпуску грузовых автомобилей «КамАЗ». И комсомол, как и прежде в первых рядах. Молодежь объявила эту стройку своей, комсомольской. Ни в грезентовых палатках, ни в дощатых бараках живут его строители. Бок о бок с заводом над рекой поднимается белый город. Здесь с особой яркостью проявляется единство, общность целей комсомола и всего советского народа. Эта комсомольская бригада девушек завершает строительство школы, в которой будут учиться дети тех, кто приехал сюда со всех концов страны. И сами девушки раньше жили далеко друг от друга. Секретарь первичной комсомольской организации Надя Хабибулина родилась здесь, на реке Камень. А Таня Красильникова приехала из далекого заполярного города Магадана. Люба Стрелкова выросла на берегу теплого Южного моря. Галя Хохлина приехала из Чувашской автономной республики. Зина Малыгина – широких волжских просторов. А Надя Скибицкая приехала с Украины. Комсомольцев роднит общее стремление украшать свою землю. Мой нежный город, свет мой негасимый, Весь в моей, а я в твоей судьбе. Так радостно здесь встретиться с любимым И вновь услышать песню о тебе. Мой белый город вечный, как сказанье. Тебе наш труд, и молодость, и смех. Я чувствую всегда твое дыханье. Ты мой, ты наш, и ты открыт для всех. В тишине осеннего леса, Среди сырых запахов реки, Можно еще сильнее осознать свою личную ответственность За судьбу родной земли. Комсомольцы 70-х годов. Они твердо знают, Чтобы детство этих малышей И их собственную юность Не опалил безжалостный огонь войны, Нужно бороться за мир на нашей планете. Нужно объединять в этой борьбе Усилия молодежи всех континентов. К нам едут посланцы со всех концов света. Молодежь мира хочет своими глазами Увидеть осуществленную мечту О счастье каждого в отдельности И всех вместе. На встречах, в свободных дискуссиях Комсомольцы делятся опытом с зарубежными сверстниками Вырабатывает единство действий в борьбе за мир. Выражением мирных устремлений Молодого поколения земного шара Стали международные фестивали Молодежи и студентов Знамя ленинского комсомола Высоко поднято в этой борьбе за мир. Вступая в комсомол, молодежь берет на себя Добровольную обязанность продолжать традиции своих отцов Быть всегда впереди Они живут в разных городах и республиках Нашего многонационального Советского Союза У них разный характер Увлечения Профессии Но всех их объединяет Твердая уверенность в собственной Личной ответственности За торжество ленинских идеалов Счастья и равенства Всех людей Счастья и равенства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова